Да-да-да. Всем привет-привет, добрый вечер. Нас не видно. Короче, мы вышли на улицу, пошли в магазин. Продуктов уже нету, три дня не выходили. Есть захотели. На улице 28 градусов, ощущается как 36. Капец, вообще, я даже машину перестала, не стала трогать. Думаю, нафиг, нафиг. Что-нибудь там какие-нибудь патрубки порвутся, не дай бог, и потом встряну вообще. Ой, вообще, реально. Я сейчас снимаю без варежек. Долго снимать не буду. У меня руки замерзнут. И телефон, не дай бог, замерзнут. У меня же там вся жизнь, все карты мои. Кошелек. Бобочка? Малыш? Не замерз? Нет. Ой, ладно, хоть ветра нету. Вроде бы нету. Да, такие морозы, это вообще. Мы отвыкли от них. Мы отвыкли от таких морозов. Раньше это был норм. Данька офигевший. Ушел гулять. В школу не ходит. А гулять побежал в 35 градусов. Я говорю, что вообще кукуш, что ли? Что вообще кукуш, что ли? В школу, значит, холодно, а гулять не холодно. Ой, не знаю, что готовить. Суп съели. Данька за ночь съел его. Ой, такой дымок прям стоит. Кто-то баню топит, наверное. Короче, отключаюсь, темно. Конечно, сделаю видео. Ой, какая темнота. Ой, какая темнота. Давай, молодец. Хорошо жить на Шанхае? Пошли пешку. Обрата нас привезли. Обрата нас привезли. В Египет лучше поехать. В Египет поехали? Точно. Точно. Сегодня мы были где? Где? Где мы были? Где не были? В магазин сходили, все. Ну, все, да. Есть такое видео? Как мы просили, да? Быстрое видео, да? Лера со Санхаем. Со Санхаем, ага. Ой, не смеетесь над моими лосинами. Сейчас покажу, что купили. А делаешь, мам, Даша? Так, ты что, газировку-то пьешь? Ты видел, делаешь, Даша? Делаю. Вот, взяли. Мам. Распаковка на полу. Классно, да? Гречка, шоколадка какая-то казахстанская. Я ни разу не пробовала. Вот эта вот рощинская буженина, вообще клевая. Я думала, что я. Почему рощинская? Она же рощинская называлась. А сейчас просто буженина. Из мяса птицы разница. Мороженки. Это мороженки. Вообще классные. Мама, где динозавр? Батон. Так. Какой-то динозавр. В воду засовываешь, он растет. Что-то там зашли в Юстер. Там директор магазина прям расхваливает этот йогурт. Говорит, вообще с грецким орехом прям огонь. Вот, взяла себе с грецким. Даньки взяла с карамелью. Вовка сказала, он вообще есть не будет йогурт. Прям так не очень их любит. Взяла яблоки себе. Ночью буду есть. Два яблока взяла голден. Вообще люблю. Они такие желтенькие, сладенькие. Хурму взяла. И имбирь. Сейчас сделаю с медом. Буду есть. Буду есть. Вот. Так что вот. Так что вот. Сходили в магазин. Это вообще. Минус 700 рублей. Что взяли? Ничего не взяли. Можно эту тарелку взять? Что в ней замок положить? Можно. Ну-ка покажи, какой он. Маленький, нет? Маленький. Ой. Подними, мать. Мать, говорю, подними. Так. Меня подними. Это что? Руку дай. Вова. Ну-ка пи... Встать уже не могу. Встать уже не могу. А из-за чего? Приезжала мама, привезла творога, привезла молока. Вообще классно. Так что сейчас будем... Что будем делать? Так, давай показывай, что ты там хотел показать. Во. Встать я туда добавлю. Короче, вот этот динозаврик, да. Он должен в воде расти. Еще какая-то фигня там была. Ну-ка. Побольше сделай дырочку. Пухтит, пухтит. Пухтит, пухтит, да ловка. Угу. Так, давай я тебе помогу. Я тебе помогу, друг мой. Лучше. А, так это это, как сказать, шипучка, это не в воду. Шипучка это. Мама, а можно есть? Угу, поешь. Ну, че, как? Я слышу прям. Шип такой? Угу. Лопается, да? Угу. Я тоже слышу, что готов. Понятно. Че, Вовка, будем делать? Не знаю. Не знаешь? Баба молока привезла. Творог будешь есть, кстати? Творог. Ммм, сметана у нас кончилась. Сметану уже не взяла. А сметану я люблю. Любишь? Гномик. Гномик. Быстрее будешь жить. Холода закончились. А ну это вообще прям. А че это такое? Что? Которого ты говоришь, че скажешь? Холода. Холод. Мороз. А, холод. Я думала, вода. Зима, холода, одинокие дома, моря, города. Все как будто из-за льда. Сегодня уже 14 января. Пол января уже прошло. Офигеть. Только недавно был Новый год. Я вообще офигеваю. Я там взяла пельмени. Я там взяла пельмени. Сейчас будем пельмени. Пельмени. Хотя у меня фарш стоит. Я же вчера вытащила, разморозила его. Ну ладно, сделаем чебуреки. Видео снимать не буду, как делать чебуреки. Я уже сто пятьсот раз макать снимала. Тесто. Для теста одно яйцо, стакан воды, муки, соли. Все. Все. Мама, это пель... Ну я добавлю молока еще. Мама, а пельмени ведь не показывал? Не показывал пельмени? Угу. Слушай, да. Ну ладно, пофиг. А то простите. Давай покажем. Да ладно? Хочешь такое пельмени и сводить? Да. Угу. Ням-ням-ням-ням. Имбирь сегодня взяла за пятьсот пятьдесят рублей. Помните весной с этим имбирем, что было? Это вообще капец просто. Когда он подорожал? Да, когда он подорожал до пяти тысяч. Это офигеть, что было. Это вообще какой-то дурдом реально. Зимбирь хорошая штука. А еще знаете, что я делаю? Вот допустим, когда только начинаешь заболевать, чувствуешь, что у тебя там горло пиршит, такое покашливание есть. Я, короче, беру колу, кипячу ее, теру имбирь на терке, добавляю это все и пью прям горячим. Реальный эффект есть. Мне об этом сказала Альвина, подружка. А ей сказали китайцы. Она со своим ребенком все ездит. Ну, лечит его, он плохо разговаривает. Какие-то на иглоукалывания они записывались. В Екатеринбурге ездили к китайцам. И вот китайцы посоветовали. Вообще офигенная штука. Правда, никаких таблов, ничего. Я вообще против лекарств. Никто у нас не болеет, слава богу. У нас лекарств нету, кроме нурофена и аквамариса. Ничего нет. Да он. Мы маму забыли купить лекарства. Какие еще лекарства? Ну, лучше, чтобы кровь-то не шла. Чтобы кровь не шла? Ага. Там что, аскорутинку ты пил уже, а что еще тут? У тебя сосуды просто слабые. У Ловки... Ну, ты помнишь кровь-то шла? Ну. И ты там говоришь, у меня такие таблетки. Аскорутинку мы тогда брали. Что-то у меня там вылазит. Резинка. Это что, она? Ну, да. Да, да. Данька раньше маленький был. Тоже у него постоянно кровь текла из носа. Вот что? Затронешь немножко, там что-нибудь ковырнешь. Все. У этого сейчас так же. Ну, сейчас возрастно-то нормально у него кровь не идет. Так, поставила воду. Сейчас буду варить пельмени. Сегодня готовили. Я ничего не хочу. А так-то бы надо. Так-то бы надо. Что же еще? Вот у меня орхидея. Там кто-то из девочек спрашивал, какие у меня цветы. Вот этот попугай. Я его уже не знаю, куда его ставить. От него вообще столько мусора постоянно. Так, у меня орхидея. Вот этот я не знаю. Мы его брали в обе или обе. Обе или обе. Еще в прошлом году. Нет, какой в прошлом году? Больше. Это мне кротон мама подарила. Или кротон. С ударением у меня беда. А вот это перец. Этот перец сажал Олег позапрошлом году. Получается, в сентябре месяце. Сейчас его поближе покажу. Туда же перчик вон висит. Короче, вот этот перец мы с ним покупали. Он его съел и просто взял вот эти семечки, бросил в землю. Бросил просто в землю. И все. Они у меня херак. Херак, херак. В январе в этом году выросли три перца. Цвели, росли. Я там насобирала перцы. У меня там штук 10, наверное, вон в морозилке лежат. Олег приедет, пусть ест. Вон еще перчик. Видите. И вообще они у меня росли. Представляете? Вот один остался, но он уже все. Видите, я его и поливаю, и все. Но, видимо, конец ему приходит. Эту пальму посадила. Ну все, он уже второй год растет. Сколько можно. Хотя здесь нет. Эту пальму сюда посадила. Мама. Да что, Вова? Ну почему? Не делай, чтобы у вас. Здесь у меня батарейки я собираю. Увожу либо в Икею, либо в Ленту. Так. Вот это у меня пальма. Мы ее брали в Икее. Мы ее брали в Икее года три назад. Со свекровкой вместе. У нее, главное, она вообще огромная. Метра полтора. А у меня вот такая. Ну у нее она длинная, а у меня такая маленькая и пушистенькая. Я говорю, у тебя, наверное, света нет. Поэтому она у тебя как-то вверх растет. А у меня вон она распушилась. Нюха мне вот такую же пальму, которую я вам показывала, испортила. Засрала. Скотина. Так, здесь у меня юбка. Так, почему не фокусируешь? А вот сфокусировала. Это юбка. Мы ее брали. А нет, нет. Это. Вовочка. Я не знаю, как сделать так. Вон юбка у меня растет. Мы ее брали, которая большая. Тоже года два назад с Олегом. У меня вообще с памятью, короче, беда. Надо все удалять. Я вообще даже не знаю, что. Что удалять-то? Так и не закончила. Вон юка. Мы ее брали года три назад в Икея. Потом у меня вот этот цветок. Его, короче, Инна выставила в подъезд. Я оттуда его забрала. Думаю, ты что? Вот это у меня фикус Бенджамина. Смотрите, он у меня вообще в этом году сдох. Я даже вот эти вот листочки еще не убрала. Он вообще весь осыпался, весь засох. Это тоже мне кошка испортила. Нассала туда. Я и почву меняла, блин, и все. Короче, начал подыхать. Я его вообще просто оставила. Думаю, пусть постоит. Восстановится, восстановится. Нет, нет. Выкинуть всегда успею. Поливала его. И представляете, он у меня, вон, смотрите, разросся весь. Пушистенький уже почти стал. Ну, раньше-то он вообще прям был пушистый, пушистый. Так, вот это у меня роза простая. Она у меня вообще всю осень цвела. Цветок за цветком, цветок за цветком. Правда, они стоят недолго. Буквально дня два, наверное, и опадают. А так вообще классно. А это вторая юка. Это мне подарил Олег в прошлом году. Мы с ним ехали с корпоратива, с моего, с девчонками, со студией, с семьями встречались. Корпоратив у нас был, с семьями встречались. И ехали обратно домой на такси. И, короче, он такой, таксисту говорит, заезжай в магазин. Я думала, он мне сейчас там цветов купит. Он притащил юг, у меня засунул машину, это, говорит, тебе. Я говорю, ну ты вообще, ну ты вообще. Вон там у меня стоит лимонник. Так классно пахнет. И там вот это, с потифилом. Что-то у меня не цветет с потифилом, это вообще. Не знаю, почему. Вовочка, ты куда ушел? Ты куда ушел? Сейчас кушать будем. Вот он, с потифилом. Вот, вот это лимонник. Вот это вот пальма, которую кошка мне испортила. Я его оставила. Не знаю, верхушку содрала, вон пересадила туда, где перец. Вовка, что делаешь? Колонку включаешь. И вот эти у меня две лилии. Где я включаю? На, землю добавляй. Телефон ведь не загибачил. Вот. Не знаю, куда ставить эти цветы. На пол ставишь. На полу они у меня стояли. Кошка лезет. Вот лезет и все. Такая тоже. Да. Точно. Кстати, этот сок вообще классный. Но. Навернул целую кастрюлю, Данька, в одну каску. Мою грибницу. А что самое классное? Вот расскажите просто. Сижу, смотрю, мужское и женское. Много, кто смотрит того, что здесь, как и вы на прошлой программе. Поменяла локацию. Бегаю по комнате. То тут посижу, то там посижу. Ну все, она сегодня зачкинилась, чтобы вы меня не забывали. Всем всего хорошего. Не болейте. Всем добра. Все. Всего-всего хорошего. Пока-пока.